Только что мы сегодня с вами посмотрели фильм «Последний рыцарь империи» об Иване Солоневичем, талантливом человеке, человеке, который всю свою жизнь прожил для того, чтобы быть верным России, быть верным своему отечеству, верным своему народу. Скажите на ваш взгляд, трудно сегодня быть вот именно таким, как Солоневич. Трудно сегодня быть человеком, защитником отечества, быть верным родине, верным своей земле. Я думаю, что это достаточно трудно, однако все-таки не так трудно, как было во времена Солоневича. Поскольку, по крайней мере, сейчас для того, чтобы быть верным России, не обязательно бежать из концлагеря и удалять свои миграции. По крайней мере, сейчас, будучи патриотом и действуя во благо страны, можно все-таки найти себе применение здесь и не бояться того, что тебя за это в любой момент могут арестовать там или посадить, расстрелять. На ваш взгляд, что ожидает Россию сегодня? Война. Если выразиться коротко, война, не факт, что эта война будет как бы в самой жесткой форме, но воевать придется, в том числе и оружием. В этом никаких сомнений у меня нет. Так просто нас не оставят в покое. Сама попытка выскочить из того места, которое нам готовано, в упряжке, как говорится, которая тащит мир к глобальной катастрофе, то есть к полному нравственному, следовательно, и к дальнейшему падению. Сама эта попытка будет обязательно наказана, вернее, попытаются нас наказать за нее. Почему так не любят Россию, русский народ? Именно потому, что мы стремимся быть другими, чем нам предписано. То есть, пожалуй, нас не любят намного больше, чем даже кого бы то ни было вообще в мире, именно потому, что у нас, несмотря на все испытания, несмотря на всю вакханалию, которая у нас имела место в начале 20 века, у нас сохранилось намного больше истинного понимания ценностей, чем где бы то ни было вообще. И, в первую очередь, христианских ценностей. На деле, я считаю, что Россия — это единственная крупная христианская страна, которая осталась в мире, которая способна, по крайней мере, к возрождению христианства, несмотря на все свои репрессии. И в ценностях значительной части населения которой христианские ценности продолжают играть значительную роль, и власть к этому прислушивается. Вы хотите сказать, что Россию не любят, прежде всего, потому что это православная страна, люди, хотя себя и не считают кто-то православными, верующими людьми, но генетически в них заложена вот эта вот вера, вера во Христа, вера в православие. Можно сказать и так, хотя, конечно, вопрос совсем непростой. Тут существует масса других сопутствующих моментов. Но могу единственное, что сказать, что в целом сам факт существования мощной страны, которая не полностью вписана в поспешно строящийся новый мировой порядок, вот просто строящийся в авральном порядке, очень грубо, очень некачественно, очень торопливо. Сам факт, он недопустим с точки зрения строителей этого мирового порядка. То есть сам факт того, что Россия, пусть даже еще не возродившись, но имеет шанс на возрождение именно в качестве суверенного государства, он неприемлем. Отсюда такие атаки с целью, во-первых, не допустить возвращения России своей традиционной роли в мире и восстановление России как альтернативы тому, что строится сейчас. Сейчас очень популярно, когда говорят о Китае, как стране, которая способна противостоять Соединенным Штатам. На мой взгляд, это категорически неверно, потому что в целом психология китайцев, она очень близка на самом деле тому, что хотят видеть на Западе. То есть очень ограниченная духовность и крайняя приверженность материальной ценности. Если Запад видит в России, ну что ли, становление нового, вновь могучего государства, то именно это вызывает у них, так скажем, противодействие? Да, во-первых, только говорить о том, что Россия восстанавливается как новое могучее государство, мы пока еще не можем, хотя попытки к этому явно есть. Но сама возможность это пугает Запад. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, Россия, не попав в состав вот этого западного мира, который идет в авангарде нового мирового порядка, она представляет очень лакомый кусок с точки зрения своих ресурсов, как человеческих, так и природных, и ископаемых, и всех прочих, которые можно и нужно разграбить, чтобы продлить вот это существование, это золотой век западной цивилизации, золотой век гедонизма, который, собственно, наступил. Был народ Российской империи, был советский народ, вот сейчас народ Российской Федерации России. Вот эти все три разные народы, или вы все-таки видите, в них что-то одинаковое есть? Ну, я вообще не считаю, что есть какие-то отдельные народы. Дело в том, что если сравнивать народ с человеком, а, собственно, это допустимо сравнивать, народ, как и человек, рождается, живет, стареет, болеет, умирает. Это естественный процесс в истории, он не изменится никогда. То есть чем сильнее и сплоченнее народ, чем сильнее у него жизненная сила, тем дольше он живет, постоянно изменяясь. Я считаю, что нельзя говорить о трех разных народах. Я считаю, что можно говорить об одном и том же народе, то есть как и человеке, который пережил ряд тяжелых болезней, ряд кризисов, очень сильно изменился, что-то в нем изменилось в худшую сторону, что-то даже и в лучшую, несмотря на болезни. Это один народ. Ничто не изменилось, откололись определенные территории, но народ-то остался один. То, что мы сейчас переживаем на Украине, это болезнь, это кризис внутри русского народа. Потому что Украина, на мой взгляд, украинский народ, неотделимая, по большому счету, составляющая народа русского. Если окончательно удастся оторвать украинцев, то есть не временное помутнение, если это превратится в стойку убежденности. Я-то считаю, что украинский народ, это тот же самый русский народ, так сказать, три единые русские народы. Ну, собственно, я про это и говорю. Да, и никуда от этого не денешься. Мое мнение такое, единый народ, который изменяется в лучшую, в худшую, повторяя сторону, но это он на протяжении времени изменяется и все. Ну, вот сегодня говорят о том, что в России началась попытка осознания самого себя. Одни люди идут на Болотную площадь, другие едут в ополчение на Украину. То есть, на ваш взгляд, это разные люди, это разные видения ситуации, которые происходят в стране и в мире? Я считаю, здесь проблема в том, что как произошло разделение в этом народе, в результате чего возникла гражданская война, революция, не одна. Это тоже имело, как говорится, разделение произошло не в 17-м году, оно произошло раньше и не закончилось сейчас. Мы имеем просто народ, разделившийся в себе на данный момент, но народ все равно один. И тот как раз факт, на мой взгляд, что в народе продолжает что-то жить, кипеть, то есть, одни все-таки выходят на Болотную площадь, пусть, на мой взгляд, и влекомые ложными побуждениями или в каком-то ослеплении. Другие едут воевать, рисковать жизнью в Донецк. Это показывает, что, собственно, живо в людях желание справедливости, желание изменить жизнь к лучшему. Оно не умерло. Это на самом деле очень здорово. После того омертвения общества, которое на позднем советском периоде, когда любая вера, любые взгляды рассматривались с хихиканьем, и вы в это верите, то есть, или подразумевалось, что любая речь о политике рассматривалась с точки зрения лицемерия, реально, в том числе нашим чиновничеством. Почему, собственно, Советский Союз пал? Потому что чиновники, которые днем говорили о коммунистической идее, о социализме, они творили совершенно другое. Думали одно, делали другое, хотели третье. А разве сегодня что-то поменялось? Ну, я не хочу сказать, что очень сильно, но будем верить в лучшее по одной простой причине. Нам предстоит война. В этой войне мы либо победим, либо проиграем, но мы все равно очень сильно изменимся в ходе этой войны. А война предстоит с кем? Фактически, я могу сказать, что против нас воюет, воюет, намереваясь нас разделить, разграбить и уничтожить, просто как страну, воюет вся западная цивилизация, как она себя понимает. Когда у нас пытаются сделать разделение между Европой и США, и говорят, и пишут о том, что Европа якобы имеет некие отдельные ценности от Соединенных Штатов, имеет другие интересы, исходят чисто из материалистической точки зрения. О том, что действительно у Европы есть экономические интересы, которые полностью отделяют ее от США. То есть противоречит интересы США и Европы, они прямо противоположны по ряду вопросов, и в том числе по отношению к России. Но ментально-то они одни и те же. Ментально европейцы и американцы идут по одному и тому же пути, из-за исключения мелких нюансов, они все преследуют одну и ту же цель. Да с другой стороны, ну что, они живут хорошо, у них достаток. Чем нужна Россия-то? Для чего уж нужно против нее идти войной? Ну, мы уже говорили о том, что и Россия способна стать страной, в которой вырастет моральный противовес тому миру, который они строят. Миру абсолютно апостасийному, бездуховному, миру, где все построено на материстических ценностях, где люди не просто забыли Бога, они и живут. У нас тоже очень многие не воцерковлены, огромное количество людей, которые формально не верят в Бога, но они продолжают, сами того не замечая, жить по тем принципам, которые заложены были в веках. Европа по таким принципам жить просто перестала. Что они от нас хотят получить? Во-первых, они, как я уже сказал, хотят ликвидировать саму возможность восстановления России, как другой цивилизации, на самом деле. То есть, как другого пути той же самой европейской цивилизации. Как мы в свое время отделились, приняв христианство от Византии, так мы продолжаем идти немного своим путем, другим. Несмотря на все сближения с Западом, которое было в рамках Петровской модернизации или позже. Или модернизации 1917 года, когда попытались догнать и перегнать Запад в идеологической сфере, восприняв самые модные на тот момент идеи. И решить это радикально по-русски, то есть топором. Но кроме всего прочего, кроме идеологических разногласий, они стремятся от нас получить вполне реальные материальные выгоды. Для того, чтобы продлить свое существование, повторяя свой золотой век, им нужно срочно разграбить какую-то крупную страну. Ведь золотой век у них начался реально. После того, как Меченый продал страну и вся его компания, которые, на мой взгляд, люди, которые заслуживают, но сейчас тоже, наверное, это бессмысленно, пусть получают воздаяние в другом мире, но по человеческим законам они заслуживают самой страшной казни, которую только можно придумать. Потому что они погубили даже не миллионы, а десятки миллионов людей. И возвращаясь, они получили золотой век за счет разграбления Советского Союза. Они получили миллионы талантливейших иммигрантов, которые приехали на Запад и подняли там им и науку. Они получили новейшие секретные разработки. Они получили просто массу трудовых рабочих рук, причем очень высокого качества, с высоким образованием. И они получили возможность подчинить, разграбить, поделить огромное советское наследие. Гигантское просто. Причем часть его была просто уничтожена, а часть они поставили себе на службу. Они получили бесплатно практически российские недра. Они получили все. Как только страна, как только люди, совершенно оболваненные, совершенно не готовые к новой идеологии западной, восприняли золотого тельца в качестве миривого всего, они сразу получили власть над всей страной. Это был огромный кусок для западного мира. Они такого даже не ожидали. Они получили то, что не смогли даже в 17-м получить. Хотя рассчитывали. И сейчас они хотят то же самое сделать с остатками России. Им уже мало того, что у них есть. Им нужно срочно ограбить нас второй раз. Или третий. Вы считаете, что Россия пробуждается. Это настораживает запад. И на ваш взгляд, мы сможем построить в России общество справедливости, общество добра, общество Христа. То общество, которое бы стало примером для других народов. Вы задаете вопрос, на который не может быть однозначного ответа. Сможем мы или не сможем. Теоретически такая возможность, я считаю, имеется. Только единственное, что мы не должны ни в коем случае, на мой взгляд, зацикливаться на какой-то конкретной идеологии и действовать по каким-то лекалам, которые жестко ограничены. Мы должны воспринять весь свой и положительный, отрицательный опыт его переоценить, который у нас был. Россия прошла через такое огромное количество испытаний, через такие страшные войны и революции. Не для того, чтобы просто это все кануло в лето и было забыто. Хотя сейчас как раз делается все для того, чтобы люди жили бездумно и жили одним днем, и не помнили не только о далеком прошлом, но и о недавнем. Собственно, в этом весь смысл современной пропаганды, всех масс-медиа, когда очередная шутка живет не больше одной недели, а кроме шуток ничего нет. Я считаю, что возможность такая есть. Но для этого необходимо очень серьезно работать, и многим работать, и в том числе для этого требуется очень много усилий не только простых людей, но и власти. Я вспоминаю слова Христа, когда он сказал о том, что если ты не холоден, не горяч, то я исторму тебя из уст моих. Вот эта теплохладность, она, на ваш взгляд, изживается в нас сегодня, или все-таки преобладает? Я думаю, что она не изживается и не преобладает. Она является историческим уделом значительной части людей. Потому что, на мой взгляд, вся человеческая история, она делается относительно небольшой группы людей. То есть 10-15% которые живут общественной жизнью. А вопрос заключается в том, что вот как раз для элиты, то, что называют элиты общества, это я не говорю про современную элиту, это то, что у нас возведено в состоянии элиты, ей, естественно, не является. Вот для них как раз должно быть именно характерно, такие типа или быть горячими, или холодными, то есть иметь определенную точку зрения. А что же касается именно того, как сейчас происходит, то я же еще раз повторяю, у нас сейчас кризис. Мы сейчас дошли до очередной точки жесткого кризиса. И жить дальше так, как мы жили 23 года, случившееся после 91 года, просто общество не может. В той или иной степени все сильно изменится. И многие, кто не хочет определяться, кто живет сейчас обыденной жизнью, через какое-то время будут вынуждены это сделать. Выбор, или ты пойдешь направо, или пойдешь налево. Или ты с добром, или со злом. Ну, в том числе да. Хотя, конечно, может быть подсунут ложный выбор. Да, но для человека, для этого и должен рассуждать, и подумать, как все-таки, ложный это выбор или нет. И кто меня зовет, куда зовет, и для чего зовет. Какой бы вы хотели видеть Россию? Вопрос очень сложный, очень широкий. Я хотел бы видеть Россию великой страной, которая живет по своим собственным законам. Я считаю, что Россия как раз, как самодостаточная, достаточно крупная держава, она имеет еще шанс сохраниться и пережить гибель вот этого так называемого глобального проекта, потому что он, на мой взгляд, сам по себе просто чисто сатанинский. И, конечно, я могу смело сказать, что я хочу видеть Россию вновь объединившись. По крайней мере, увидеть, что Россия, Белоруссия и Украина, вот три насильственно разрезанных большевиками, именно большевиками, как говорится, теми самыми 17-го года, куска, они, наконец, сольются снова в единую великую Россию. Которая нам готова в упряжке, как говорится, которая тащит мир к глобальной катастрофе, то есть к полному нравственному, следовательно, и дальнейшему падению. Сама эта попытка будет обязательно наказана, вернее, попытаются нас наказать за нее. Почему так не любят Россию, русский народ? Именно потому что. Только что мы сегодня с вами посмотрели фильм «Последний рыцарь империи» об Иване Солоневичем, талантливом человеке, человеке, который всю свою жизнь прожил для того, чтобы быть верным России, быть верным своему отечеству, верным своему народу. Скажите, надо лежать из концлагеря и удаляться в эмиграцию. По крайней мере, сейчас, будучи патриотом и действуя во благо страны, можно все-таки найти себе применение здесь и не бояться того, что тебя за это в любой момент могут арестовать там или посадить, расстрелять. На ваш взгляд, что ожидает Россию сегодня? Война. Если выразиться коротко, война, не факт, что эта война будет как бы в самой жесткой форме, но воевать придется, в том числе и оружием. В этом никаких сомнений у меня нет. Так просто нас не оставят в покое. Сама попытка выскочить вот из того места. На ваш взгляд, трудно сегодня быть, вот именно таким, как Солоневич, трудно сегодня быть человеком, защитником отечества, быть верным Родине, верным своей земле. Я думаю, что это достаточно трудно, однако все-таки не так трудно, как было во времена Солоневича. Поскольку, по крайней мере, сейчас для того, чтобы быть верным России, не обязательно...